В эфире информационного канала Севастополя в передаче в контексте и я ее ведущий Арсений Ковалевский. Поговорим сегодня о фестивале творчества и песни «Большой Донбасс. Русский мир» с его президентом Владимиром Скопцовым. Добрый день, Владимир. Расскажите о вашем проекте, что он из себя представляет и когда будет проходить. — Фестиваль «Большой Донбасс» — это вершина проекта. Проект идет у нас круглый год. С начала войны мы восстановили фестиваль «Большой Донбасс», который был бардовским, но теперь мы расширили рамки от поэзии, авторской песни до рок-н-ролла и просто хорошей музыки. Этот фестиваль имеет свои характерные черты. Он патриотический. Поскольку Донбасс является форпостом русского мира, он всегда был и остается, и нынешние события подтвердили этот тезис, точно так же, как и Крым и, конечно же, город Севастополь, который является самым настоящим форпостом русского мира. Поэтому сейчас мы наводим мосты между Севастополем и Донецком. Донецк — это столица Новороссии в любом случае. Мы хотим объединить свои усилия. Константин Сверидов пригласил меня, а также еще товарищи высокопоставленные на День флота. Я от лица ДНР поздравляю сейчас, пользуясь случаем всех наших телезрителей, с этим замечательным праздником, потому что флот — это основа государства, государства российского, конечно же. Мы проводим фестиваль с 23 по 25 сентября. Делегация бардов Крыма собирается поехать отдельно своим эшелоном, это усилит наш фестиваль. И у нас сейчас идет речь с Константином Сверидовым о том, чтобы этот проект продолжался в течение всего года. За два года войны, за два с половиной года войны уже, одни и те же лица, в общем-то, мы создали Союз писателей ДНР, почетными членами Союза писателей ДНР стали Юна Морец, Сергей Лавров, он замечательный поэт, Барт, Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты. Вот я привез книгу, и завтра будет ее презентация в Ракушке, в Севастополе. Это «Летопись нашей войны». Предисловие к этой книге написала Юна Петровна Морец. Она назвала меня «Орфеем Донбасса», спасибо ей большое. Она поддерживает народ Донбасса в его праве на выбор, исторический выбор. А наш выбор точно такой же, как у Крыма, поэтому мы должны стоять плечом к плечу в этом едином фронте. На мой взгляд, идет Третья мировая война, просто мы не знали, как она будет выглядеть. Линия фронта сплошная происходит в головах, а конфликты локальные, то Сирия, то Карабах, то то, что происходит у нас. Поэтому нам нужно объединять свои усилия, точно так же, как творческие люди во время Великой Отечественной войны, когда поэты и писатели поддерживали моральный дух воинов, моральный дух тех, кто был в тылу. Константин Симонов – это самое главное имя, потому что он начал писать стихи о победе, когда ее вообще не было видно. И поэтому он стал тем, кем он стал, Константином Симоновым. Вот Союз писателей Донецкой Народной Республики занимается тем же самым. Мы дружим с Луганском, опять же, это все одни и те же лица, просто кто-то живет в Луганске, кто-то живет в Донецке, кто-то живет в Крыму. У нас нет никаких разногласий, у нас нет никаких разночтений во взглядах. И вот если бы Донбасс лег, наши телезрители должны понимать, что все эти лица, которые убивают детей сейчас на Донбассе, они повернули бы свои штыки против Крыма. Мы этого не позволим. Мы этого не позволим. Переломный момент уже пройден. Нас ожидает будущее. Донбасс возвращается на свою историческую родину. В какой форме это будет выглядеть, неизвестно. Это дело политиков и военных, дело творческих людей. Поддерживать дух, патриотический дух народов, населяющих Донбасс. У нас много народов, как и в Крыму. Мы все мирно сосуществуем на основе русского языка и русской культуры. Владимир, скажите, вот в таких непростых условиях на сегодняшний день в Донбассе, к сожалению, как происходит творческая активность? Насколько она велика, а как все равно взаимодействие происходит? Она невероятно велика. В разы больше, чем до войны. Сборник наших стихов «Час мужества», который был создан по инициативе Вячеслава Никонова, это фонд «Русский мир», был презентован нами в Государственной Думе Российской Федерации и получил премию, национальную премию России «Книга года» в 2015 году. Мы приглашены на 10-ю ассамблею русского мира, которая будет проходить в Кремле в ноябре. Это три наших поэта, это я, Анна Ревякина и Владислав Русанов. Мы были на 9-й ассамблее русского мира, мы, что называется, плотно сотрудничаем, дружим с этим коллективом. Замечательный коллектив, и Вячеслав Никонов, выдающийся человек, безусловно, человек-легенда, это внук Молотова. Вот так мы ведем свою творческую деятельность снаружи, а внутри мы проводим каждый месяц по 2-3 мероприятия литературно-художественных, связанных с творчеством, и люди приходят, и людям это нужно. И вот в момент экстрима такого, даже слово экстрим как-то некорректно звучит, когда гибнут дети, когда гибнут старики, женщины, то люди обнажаются, они чисты, как перед Богом. И вот сборник стихов, и у меня об этом много в текстах, и у всех, и у наших зрителей, они чисты. Вот эта русская традиция одевать чистая перед смертью, ведь когда Донецк бомбили в 15-м году очень сильно, все ходили в чистом белье, но духа не теряли. Я считаю, что в этом тоже и наш вклад, какой-никакой. Расскажите про ваш сборник, какие стихи в него вошли, только вот за этот период, буквально 2,5 года, или что-то, так сказать? Исключительно за этот период, это работа, это очень большая работа, стихи не пишутся как статьи, их нельзя так писать. Поэтому здесь достаточно много стихотворений, у меня порядка сотни текстов, но я подошел строго к этому вопросу. И здесь где-то половина сюда вошла, то, что я считаю лучшим. Это летопись войны, это лирическая сторона, это от лица ополченцев. Вот песня «Апостол», она «Держись, держись, прорвемся, братик, еще зубами будем рвать их». Первоначальный вариант «Батя», это когда ранили Александра Захарченко, значит. Но я не стал это вводить в концертную, так сказать, версию, и звучит у меня «Братик». Но это все случаи, ведь они происходят у нас буквально вот перед глазами, то, что зрители видят по телевизору, все это происходит прямо-прямо перед нашим носом. Идешь по улице, подходит мини скульптуры, доброе утро. Вот так вот просто, да? Или Дейки замечательный, друг мой серп, который снайпер, который начальник штаба пятнашки, он приехал из Сербии, третья война у человека, замечательный, открытый человек. Вот, он просто увидел, что русских убивают по принципу национальной принадлежности и стал в строй, вот, и мужественно отвоевал. Очень много судеб, много интересных, и все они вошли, все они вошли в книгу. Новые имена появляются какие-то, вот, даже вот в вашем творческом ремесле, так сказать, какие-то молодежь, подтягивается ли к вашему делу? Подтягивается и молодежь, потому что все это проходит у всех через сердце, каждый выстрел по Донбассу проходит через мое сердце. До войны я гордился независимостью, когда началась война, я понял, что без Родины я никто. Я хочу, чтобы меня услышали севастопольцы, потому что, не дай бог, в Севастополе точно не будет уже ничего, потому что военно-морской флот России не позволит этого сделать, но севастопольцы меня поймут. И вот такие люди собираются у нас в Союзе писатели творческие, пишут, появляются новые имена. Другие раскрываются яркими талантами, в отличие от предыдущей их творческой деятельности, потому что война обнажила все, разделила на черно-белое. Это плохо, когда гибнут люди. И тем не менее, вот такой всплеск, это возрождается великая гражданская поэзия России. Она возрождается сейчас в Донбассе. Ну и прежде всего слово, и когда мы привязываемся к слову, и дальнейшая наша форма деятельности концертная, если отталкиваться от слова, это будет правильно. Поэтому фестиваль «Большой Донбасс», конечно, он так приблизительно по полочкам выглядит, как я его изложил. На этот фестиваль, нынешний фестиваль, приезжают, мы сейчас ведем переговоры, группа «Манго-манго», приезжают питерские замечательные ребята, Александр Эвскляр, Захар Прилепин с удовольствием со своей группой приехал, но не может в силу занятости, у нас с ним были разговоры. В прошлом году почетным президентом, председателем жюри был Александр Мирзоян, собственно, Александр Мирзоян и Иосиф Бродский, это как Ленина партия, два человека взаимосвязаны. Он ударил либералов по-больному, они не ожидали от него такого патриотизма, Олег замечательный человек. Рок-н-ролл московский, который поддерживает нас, тоже сюда приезжает, группа «Бахыт Компот», Вадим Сибацов, он снял клип «Пой лейтенант, пой» в Донецке, я там с гитарой был, мы снимали по самым таким горячим точкам Донецка, это теперь хроника, как раньше была хроника войны, то и то, и теперь это, потому что там он был и на Октябрьском, и в километре от передовой мы с ним были под пулями снайперов, снимали, он не одел бронежилет, красавец. Об этом клипе можно рассказывать отдельно, он приезжает. Владимир, расскажите, а будут ли какие-то категории непосредственно на фестивале, песни, поэзия, как-то там, как будут оценивать жюри, сколько уже на данный момент конкурсантов? Поскольку это не профессиональный конкурс какой-либо, поэтому, конечно, лауреатство, участие, будут, безусловно, прослушивания, но не такие жесткие, вот как прослушивания, как цензура, нет, конечно, это будут творческие лаборатории, когда будут общаться с молодыми авторами, и на галоконцерте выйдут все, это будут поэты, это будут представители авторской песни, это те, кто пишут в жанре рок-н-ролл. У нас есть этноколлективы, у нас очень много народов проживает в Донбассе, вот, и в том числе и татары живут у нас, и мирно мы обходимся, мы находим общий язык, как и Крым нашел общий язык. Именно русская культура позволяет это сделать, потому что это традиция России, вот, чтобы все народы за одним столом спокойно сидели и чувствовали себя хорошо. Это наш фестиваль Большой Донбасс. Владимир, ну, раз уж вы пришли с инструментом своим, исполнить для наших телезрителей какую-нибудь песню. Я поздравляю еще раз с Днем флота всех наших слушателей, всех наших зрителей, а песня, песня все-таки будет военной, она будет, пока льется кровь на моей родине, я не могу про другое ничего петь. В который век в рассветной мгле тебя сирены вой разбудит, не измени своей земле, а остальное будь, что будет, когда накроет тьма зенит, душа оглохнет от орудий своей земле. Не измени, не измени, а остальное будь, что будет, когда страна твоя в огне и слезы горя не остудят. Не измени своей земле, а остальное будь, что будет, тот, кто останется живой, пусть наши судьбы не осудят. Я буду чист перед тобой, а остальное будь, что будет, я буду чист перед тобой, а остальное будь, что будет. Спасибо за такое исполнение, душевное, такой действительно нужной сейчас песни. На этом наше время истекло, я желаю успеха вам и вашему фестивалю развития. А с вами, дорогие телезрители, надолго не прощаюсь, впереди еще очень много интересного. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова